друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзорный канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ж давайте с вами обсудим последний киношедевр на канале big of ну и собственно не только на канале big of но и на канале вовы друзья мои и последние новости забегая немножко вперед скажу о том что вова по последним новостям забрал милу ну что друзья мои давайте в общем-то обо всем по порядку про вот этот вчерашний ролик лены под названием шоппинг в костка я пройдусь буквально вот не так детально как я всегда это делаю а буквально совсем кое-что коротко расскажу и вернемся опять к теме собак кто говорит правду кто врет лена или вова да и что происходит на самом деле и вообще что происходит у этой семьи по отношению к зрителю ну что ж давайте как говорится обо всем по порядку вы знаете друзья мои лена лена показала как она отправилась отправилась в костка надо было купить ковер там носится с этим ковром как с писаной тормой и рассказывает о том что вот катюша устроила вся в слезах была говорит да вот устроила устроилась самую настоящую истерику из-за ковра мол как маленькая принцесса вот подайте ей ковер срочно и так далее ты знаешь лен что хочется тебе сказать очень жаль что в вашем семействе истерики и слезы случаются исключительно только по поводу ковра по поводу каких-нибудь сладостей ну или по поводу еще чего бы то ни было а не по поводу собак которые жили с вами столько времени кстати вот что касается собак то когда лена забрала детей и ехала вместе с детьми с катей и с лавриком лаврик один единственный озвучил что вот хотелось бы чтобы вот мила и джерик вернулись обратно катя сказала что она хочет видеть лизу на что лена ответила ну да лиза то приедет в отличие от милы и в отличие от джерик короче друзья мои что мы с вами видим а мы видим ту картину что лена продолжает создавать уют ну если это можно так назвать но продолжает покупать вещи ковры что то еще в дом то есть обустраивать создавать уют и так далее это все хорошо а у меня сразу вопрос на засыпку а как же крики лениных обожателей по поводу того что вы что не понимаете вы что не понимаете куда лена денет этих собак помните как кричали кричали ленины защитники ведь лени придется снимать жилье а вряд ли в этом жилье можно будет а значит переехать в съемное жилье вместе с собаками по этой причине лена вынуждена отдать собак так говорили ленина защитники на ее канале да абсолютно так и что мы с вами видим мы не видим с вами чтобы кто-то освобождал этот дом чтобы кто-то друзья мои да кто-то съезжал с этого дома нет лена продолжает обустраивать этот дом да продолжает туда значит что-то покупать а это говорит о том скорее всего что дом никто продавать не будет или на твердо уверена в том что в этом доме они будут жить но еще достаточное количество времени это точно то есть вопрос да вернее вот этот момент собаками когда ссылаясь на то что я останусь без скала без двора я буквально буду с детьми на улице и мне никто не сдаст жилье для того чтобы мы там были в этом жилье с собаками хотя это неправда я уже говорила что можно снять жилье да и с собаками и съемное жилье да конечно меньше меньше возможностей точно не только в америке везде абсолютно да по всему миру но в любом случае это все реально это все можно их предыдущее съемное жилье как раз таки туда они привезли маленькую милу туда они привозили кошаков и так далее так вот друзья мои то есть получается дом никто не продает тогда зачем были отданы собаки причем как сказала лена в очень хорошие надежные и добрые руки к этим надежным и добрым рукам мы еще обязательно сегодня вернемся считаю комментарии на канале лена одна пишет почему вы осуждаете лену а где же женская солидарность вот как мне это нравится что сразу женская солидарность то есть каждый должен оправдывать какие-то непонятные глупые свинские поступки другого человека только исходя по половому признаку то есть должна быть непременно солидарность и неважно что она там предала там свою семью своих собак там своего мужа и так далее должна быть женская солидарность как интересно мне хочется сразу спросить у этих защитниц а где ваша женская солидарность когда вы приходите на мой обзорный канал и почему вы себе позволяете вести себя мерзко и писать гадкие комментарии на моем канале а где же ваша в этот момент женская солидарность или у вас одни сплошные двойные стандарты но она и понятно но дальше пишет эта женщина а вы не думали задает она нам вопрос то есть это мы должны были с вами подумать послушайте а вы горит не думали что содержать крупных собак да это очень финансово накладно как интересно то есть а значит леночка с вовочкой набрали собак до милку взяли купили да потом значит джерик там родился и так далее то есть они два здоровенных лба взяли вот этих вот собак а мы должны с вами сидеть теперь куба а вы не думали о том что это финансово а вам не кажется что это они должны были думать о том что это финансово конечно же естественно затратно в любом случае хоть большая собака хоть маленькая собака хоть несколько собак хоть кот и собака или просто там кот или два кота и так далее конечно это все стоит денег мы это прекрасно понимаем и когда нормальный взрослый человек совершает какой-то поступок какое-то действие да берет собаку он должен об этом понимать а что лена слова у нас разве неадекватные два неадекватных человека может быть они два несовершеннолетних человека которые ничего не понимают нет им уже извините достаточное количество лет чтобы они вообще несли ответственность за свои действия за свои поступки и пишет эта же женщина в защиту лена а вообще обстоятельства в жизни у лены изменились а вот мне хочется сейчас спросить в каком месте у лены изменились жизненные обстоятельства лена как жила в этом доме так и продолжает жить раз она обустраивает этот дом и покупает что-то в дом соответственно она планирует в этом доме жить дальше а это значит что лена врет когда говорит о том что мы с вовой не общаемся вообще они не могли не общаться вообще потому что вопрос с домом вопрос содержанием дома да с оплатой дома с содержанием семьи они в любом случае должны были решать между собой я не верю что они все эти моменты решали через своих старших дочерей вот не верю я вообще друзья мои глядя на последние действия на канале вот этих вот двух блогеров лена и вовы пришла к выводу о том что я теперь уверена наверное процентов на сто что это просто тупо развод зрителя просто развод зрителя и одним и другим сначала одна пилила контент собаках теперь я так понимаю второй будет пилить контент на собаках ну опять же посмотрим в общем да лену лену все жалеет бедная несчастная лена обстоятельства жизненные изменились но что-то мы не увидели чтобы лена искала себе какое-то жилье другое чтобы лена вышла на работу если у нее изменились жизненные обстоятельства ничего в жизни лены абсолютно не изменилось до этого она жила нам показывали что они жили все вместе вместе с вовой теперь нам показывают что они живут отдельно и лена говорит о том что все все мы с ним расстались мы разошлись мы больше не общаемся и я про этого человека знать ничего не хочу а теперь давайте вспоминать ролик в котором лена рассказывала про собак лена клялась обожилась что отдала собак в хорошие надежные руки и помните как писали ее защитники радуйтесь они же не просто выкинули собак они отдали собак в надежные добрые руки я еще тогда удивилась в своем вот по предыдущем ролике в своем обзоре и сказала то есть ленины руки и вовины руки это ненадежные то есть они брали животных зная что они вот такие вот ненадежные товарищи ну ладно далее друзья мои лена рассказывала клялась что вот это вот русскоязычная семья которая значит берет этих собак джерика милку вот они взяли там много животных там вот все так хорошо собакам там будет круто собаками там будут заниматься и так далее кто мешал лене заниматься с собаками кто мешал леве заниматься с собаками кто вообще мешал хотя бы кем-то заниматься кого они взяли и в ответе за кого они я если честно до сих пор не понимаю понять никогда таких людей не смогу но опять же лена говорила про то что собак пристроила в надежные руки и про то что вова про всю эту ситуацию даже близко не знал но лена сказала что вова смотрит ее ролики кстати здесь друзья мои если поверить опять же я говорю если поверить в то что они действительно разошлись я уверена что он действительно смотрит ее ролики потому что все равно благодаря роликам он может что-то увидеть как там они живут как туда что сюда да что то так скажем держать руку на пульсе но лена озвучила что про то что они решили с машей этих собак отвести они вове не сказали и вова об этом узнает только из лениного ролика я еще тогда сказала если брать эту информацию за правду то значит получается что она по сути взяла ему и отомстила этим момент но с другой стороны друзья мои давайте серьезно он смотрел ее ролики сто процентов смотрел он видел прекрасно ее пограничное состояние сегодня я оставлю собак помните как у нее были вот эти бесконечные психологические качели да сегодня у нее хорошее настроение она оставит собак завтра она кричала о том что нет собак там она значит отдаст сдаст там в приют там хорошие руки и так далее то есть у нее без конца были вот эти качели он не мог этого не видеть но при всем при этом получается он спокойно себе работал ничего не предпринимал получается по поводу собак разговоров одних каких не было как говорит лена да опять же если верить ей то есть ничего не было предпринято ни с одной ни с другой стороны когда странная ситуация согласитесь и вот значит показывают да вернее нам показали как собака засунули в машину и собак куда-то там увезли я еще в своем предыдущем обзоре сказала если нам не покажут вот лично мне да вот я не увижу лично своими глазами какое-то видео так скажем какое-нибудь коротенькое видео да какую-нибудь вставочку о том как там действительно что куда сдали вот этих собак куда их отдали кому их отдали значит возможно собаки вообще собак сплавили куда-нибудь в не очень хорошую ситуацию обстановку да может быть это вообще был приют может быть это еще что-то но лена клялась обожилась что нет 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 отдали в хорошие надежные руки тут вчера друзья мои мне уже на почту кстати спасибо зрительницам которые мне на почту скидывают какие-то новости относительно того или иного блогера на кого я делаю свои обзоры большое вам спасибо кто-то на почту мне скидывает кто-то информацию не скидывает в личку в телеграм-канал ребят пожалуйста как говорится да и скидывают мне вот эту информацию по поводу вова я еще сначала написала девушке говорю может быть это старая фотография а потом я увидела вечером вот вчера вечером шортс на канале вовы где как раз таки он показывал милку милка была явно не в настроении она была очень грустная я бы сказала такая вообще какая-то вялая привялая видимо все-таки сказалось то что милку таскают туда-сюда и вова признался и кстати сегодня он выложил ролик в котором тоже признался он показал как они с милкой ездят теперь по городам и весям вот он говорит я буду теперь периодически ездить с ней в машине ну потому что говорит я милу забрал все хорошо все прекрасно и мило грустная лежит на заднем сиденье я читаю комментарии вижу там даже своих каких-то зрителей да которые пишут в том числе и на моем канале я имею ввиду но не то что своих а тех зрителей да и моих в том числе которые пишут какой молодец какой вова герой какой он замечательный спас милу оказывается там туда куда отвезли этих собак были ужасные условия для собак знаете ребят я на вову вове петь дефирам бы не собираюсь в этой ситуации с собаками есть вина как лены так и его точно такая же не меньше нежели ленина я думаю все прекрасно обо всем понимают и все прекрасно понимают если условия нахождение этих собак были там куда их отвезли ужасные и не очень хорошие то как ты мог забрать милу не забрать джерика то есть джерика вы оставили по сути на погибель или как или выживет не вижу не выживет да получится приживется не приживется то есть это как понимать то есть одну собаку вы взяли да забрал ты одну собаку а вторую нет но мол нет нет возможности и так далее как это все равно как то как так можно если честно не понимаю и в любом случае в этой ситуации друзья мои да вот я смотрю это получается смотрите грубо говоря я беру с мужем собаку и неважно хотел один хотел другой я уже говорила про то как лена несла эту милку маленькую на руках я делала на это обзор и как она радовалась и как они ее там все нацеловали как они были счастливы как все там носились вокруг когда собачка выросла она стала никому не интересным перед ней захлопывали перед носом двери юж поняли ногами так же как потом джерика да и так далее но дело не в этом то есть получается мы значит с мужем берем собаку я потом эту собаку отдаю в надежные руки ну то есть когда лена говорит о том что она отдала их надежные руки получается ленины руки явно уже не надежные да то есть она отдала туда мой муж а да вот допустим я отдаю куда-то собаку свою, мой муж ее забирает, и все хлопают, аплодируют и кричат, боже, какой же у тебя, Галя, муж молодец, какой он герой. А в чем его геройство? В том, что прошло столько времени, а уже прошло с момента их расставания огромное количество времени, за которое он давным-давно снял жилье. И он мог решить этот вопрос с собакой. Можно было решить. Друзья мои, без проблем. Представляете, да? Как можно решить этот вопрос, скажут защитники Вовки, да? Ведь это действительно такая большая проблема. Нет, это не проблема. Можно нанять человека, который бы гулял бы с собакой тогда, когда бы ты не смог с ней гулять. Правильно? Гуляют с собаками за деньги? Гуляют. Естественно гуляют, да? Если ты там ездишь по городам и весям, зарабатываешь деньги и так далее. Но глядя на всю эту ситуацию, то есть он забрал Милку, про Джерика вообще молчок. То есть Милу вытащили, получается, по их же словам, из плохих условий, да? А Джерика оставили? Это как понимать? Это разве нормально? То есть одного мы спасли, а второго отдали непонятно куда. Оставили, да? В плохих руках. В общем, честно, друзья мои, глядя на Лену, глядя на Вову, я еще раз хочу сказать, что они вот лично для меня, опять же, это мое мнение, никому не навязываю, но лично для меня они два сапога пара. Никаких героев в этой ситуации нет. кричать о том, что какой ты молодец, и у тебя такое большое сердце, я никогда не буду. Какое большое сердце? Мы, люди, подбираем бездомных животных, бездомных животных, а вот такие, как они, не думая про этих животных, да, сначала их взяли когда-то, поигрались, наигрались, а потом у нас ситуации жизненные изменились, мы расстались. Ну и что? Знаю, великое множество, в том числе людей, которые, я говорю, перелетают, летят на другие континенты и перевозят с собой домашних животных. Ну и что, что вы расстались? Она как жила в доме, так и продолжает жить в этом доме. Она как не работала, так и не работает. Кто ей мешал гулять с этими собаками? Хорошо, было ей сложно. Давным-давно они с Вовой могли решить этот вопрос, и Лена могла сказать, да, я оставляю себе Джерика, ты бери себе Милу. Ну тогда уж, раз на то пошло, да. Могли они этот вопрос решить? Могли. И они должны были все эти вопросы, все эти моменты решить между собой. Ну а теперь Вовка едет в машине, сзади у него грустная Мила, и Вова уже такой, знаете, герой Кубани показывает, какой он молодец, я вот Милку спас. Так ты не какую-то, ты был бы молодец, если бы ты спас какую-то чужую собаку или кошку, да, где-то там чужую, ненужную, брошенную. А ты просто забрал свою же собаку, которую в принципе ты мог забрать еще до этого. Ну или договориться со своей второй половиной, да, что вот я буду платить тебе столько-то, столько-то, но ты будешь за этими собаками ухаживать. Не знаю, что у них там было. Друзья мои, очень жалко Джерика. И вообще, если честно, где-то там, вот все-таки у меня, вы знаете, есть такая мысль, что это все развод зрителя. Что возможно, этих собак сейчас будут, вот знаете, жалко, что вот они, собаки стали просто разменной монетой. Если вот это правда, то, что вот они сейчас нам показывают, если это не развод зрителя, то очень жаль этих собак, потому что они действительно стали разменной монетой в руках своих хозяев, которые даже не понимают. Они пытаются сделать больно друг другу, но при всем при этом страдают ни в чем не повинные собаки, которые были им преданы, которые за этой Леной носились просто как записанной турбой, как списанной турбой, друзья мои, которые бегали за ней везде и всюду. Еще раз, глядя на всю эту картину, меня не покидает мысль, вот теперь прям конкретно, после того, как Вова показал себя, то есть до этого Лена делала контент на собаках, теперь Вова будет делать контент с Милой, там ему пишут, комментариев стало больше, просмотров стало больше, не знаю, не верю, вот им теперь вообще не верю, вот после этой ситуации вообще не верю, в моем понимании, что это действительно все просто тупо разводняк, хотя опять же, жизни бывает всякое. Жду ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok